строительство перегородок всесвенческих районов главный документ руководящий регламентирующий производства устройства сейсмичных районах вот он справил строительство сейсмических районов сп 14.13.330.212 на данный момент это действующий документ в этом документе отводят с перегородком целая глава и не просто так конечно во время сейсмоактивности при тотальном разрушении здания уже ничего не поможет фактически если не успели люди эвакуироваться но по результатам по исследованиям по изучениям прошлых землетрясений алматинских спитакского и прочих прочих ученые пришли к выводам что здание даже еще в принципе не разрушено ничего в здании жизни и здоровью людей не угрожало но люди погибали либо получали увечья из-за перегородок и из-за дверных проемов в этих перегородках перегородки разрушались загромождали дверные проемы пути эвакуации рушились на людей убивали или калечили людей то есть перегородки это весьма важный элемент надежности и безопасности здания в сейсмических районах вот она целая глава 6.5 перегородки и здесь все описано здесь все порядка шести пунктов насколько я помню здесь все написано как их надо делать как их надо исполнить чтобы опасность для проживающих людей была минимальная ну например я тут небольшие чертежи и сделал потом я его сохраню на сайте кому надо будет пожалуйста вот она перегородка наша понятийная вещь то есть у нас есть надо обязательно исполнить антисейсмические швы для обеспечения независимого деформирования следует предусматривать антисейсмические швы между вертикальными торцевыми и верхней горизонтальной гранями перегородок и несущими конструкциями здания ширину принимают по максимальному значения но не менее двадцати я обычно беру двадцать тридцать но проектировщик слово проектировщика последнее если по его расчетам надо 50 сделать миллиметров или 150 миллиметров значит надо делать пятьдесят или сто пятьдесят вот они антисейсмические швы обычно если нет нового указания я и делаю 20-30 миллиметров не меньше двадцати но не больше тридцати на самом деле по факту стены не идеальны и поэтому невозможно например строго двадцать событий или строго тридцать или строго двадцать пять поэтому двадцать тридцать в таком промежутке я эти работы принимаю в полу то есть вот она горизонтальный антисейсмический шов между перегородкой и перекрытием вот он вертикальный антисейсмический шов между перегородкой и стеной либо каком каким-то несущим элементом вертикальным здания есть еще так давайте дальше по порядку крепление перегородок несущим за бетонная конструкция следует выполнять соединительными элементами по практике по практике я пришел к выводу да надо понимать что все таки надо понимать что полное исполнение этих требований оно резко увеличивает безопасность людей также увеличивает время исполнения этих работ деньги на эти работы и определенная квалификация рабочих должна быть повыше там есть моменты когда надо быть аккуратным внимательным чтобы все сделать правильно о чем я сейчас расскажу по пути и так и разберем эту перегородку и давайте по порядку как крепление перегородок несущая за бетонной конструкцией и соединительными элементами я пришел к выводу что элементами соединительными я креплю следующему вот оно везде я беру просто угол металлический 70 на 70 или 100 на 100 обычно 100 на 100 вот он угол просверливаю отверстие вот это такая довольно трудоемкая работа поскольку в таком углу угле с нашим нынешним нынешними сверлами как бы задача не такая очень простая все это засверлить но надо засверлить причем причем вот я не спешу плоскость для крепления к бетону та сторона угла которая идет к бетону либо к несущей стене отверстие вполне можно освободить посредине та сторона которая идет к перегородке учитывая что у нас антисейсмический шов может оказаться что если у меня где-то рода вот бэбэ разрез сейчас его поставлю вот они перегородки и сбоку может оказаться если например отверстие мы просверлим выше они могут оказаться очень близко к срезу кирпича и начинать просверливание их вот начать скалываться поэтому обычно я ту сторону которая идет перегородки отверстие засверливаем чуть подальше вот это перегородки это или к под хуку или к стене несущей крепление крепление перегородок несущим элементом при стрелке и не допускается я обычно использую для бетона прекрасно прекрасно крепится цепляется за бетон просто замечательно а если кирпичным стенам несущим или не несущим вот она не с ним надо уметь работать как бы он просто так не закручивается надо отверстие чуть меньше сделать но это все в процессе рабочие знания на 1 кирпич анкер клин бетон анкер клин бетон а перегородки из кирпича или камня и применение на площадке сейсмичность 7 баллов следует горизонтально армировать на всю длину чем через 700 миллиметров по высоте арматурными стежками в общем сечении в шве не менее 0,2 квадратных сантиметра я обычно применяю сетку 5 миллиметров диаметром vr-1 сейчас вот у нас разрезик а вот так мы разрезали обычно применяю сетку vr-1 вот она ячейка 50 на 50 пятерка она даже в сумме у нас получается и проволоки в сумме она превышает нормируемые не менее 0,2 квадратных сантиметра но вот обратите внимание во время кладки я сетку выпускаю наружу так вопросу что более трудоемко до камень щеку работать с этим не очень удобно неудобно уровень поставить или отвес и так далее но эта сетка пропущенная насквозь перегородки когда к этой сетке прицепится штукатурная сетка в штукатурке это будет единая мощная конструкция о чем у нас здесь говорится перегородки следует горизонтально армировать я обычно через 500 армирую кирпичную вкладку перегородок на площадке сейсмичность 8 и 9 баллов дополнение горизонтальному следует усиливать вертикальными двусторонними сетками установленными в слоях цементного раствора марки не ниже m100 толщиной 25-30 миллиметров арматурные сети должны иметь надежное крепкое соединение с кваркой вот как раз и вот таком способе надежнее невозможно ничего придумать потому что рабочие обычно строят стараются сетку закрепить дюбельки пластиковые это никакого толку не даст нам необходимо эту перегородку в бетонный бетонный короб монолитный такой закрепить а эти дюбельки ничего не дают это вопрос в штукатурке потом более подробно все это кирпичную каменную кладку перегородок так нам рассчитали дверные проемы на площадке сейсмичным сейсмичностью 8 и 9 баллов должны иметь железобетонная или металлическое обраме конечно проще швеллером обрамить как-то делают массовых настройках выполнили требования все хорошо а как штукатурка к этому металлу будет крепиться и как она никак на ней не будет держаться особенно в дверных проемах на срезе стены поэтому я пришел к следующему выводу я обрамляю бетоном с арматурой железобетоном это тоже весьма трудоемкая вещь поскольку надо делать это все захватками но результат прекрасно лучше не придумаешь бетон естественно цементная штука только прекрасно прилипает с помощью тех или иных приятий надежность намного выше чем просто швеллер вот есть минус да это трудоемкая вещь через пять-шесть рядов надо арматуру бетоном заливать поскольку здесь и сетка мешает и проем не слишком большой вода но если высоко поднять бетон просто не прольется вот она железобетонная часть проема две арматуры обычно к моменту устройства перегорода основные строительные работы закончены поэтому я всегда говорю собирайте обрезки давайте посмотрим что у вас есть из-за этого лишнее покупать не надо если даже на всю высоту проема будет у меня два или три куска с надежным перехлёстом никаких проблем в этом нету это будет все прекрасно держаться не так что поехал еще фу заказал арматуры и осталось пол полфур или треть фуры обрезков которые не знаешь куда надевать потом результате за бесценок металл в этих не ответственных ненесущих вещах вполне можно использовать обрезки что а 240 круглая что а 500 ребристая единственно если круглая катанка а 240 в обязательном порядке с обоих концов надо исполнять крючки тема отдельный два разговора я как-то это запишу почему потому что так как она круглая катанка она не цепляется за бетон и при каких-то воздействиях на бетон она будет в бетоне скользить а эти крючки с одного края из другого они являются анкерами и а 240 она более эластичная она начинает работать как раз на эластичность а 500 она более жесткая а 240 она более эластичная то есть бетон условно говоря в кавычках начинает более гибким становиться это в кавычках так значит говоря про дверные проемы в принципе все описал давайте дальше пройдем сейчас еще раз все пробежим а потом я подробно все скажу и армирование перегородки нет по порядку первое производство работ у нас есть проект мы посмотрели где у нас перегородки проходят мы проводим разметку на полу и на стенах с учетом вот этого бетона кирпич должен начинаться то есть не по срезу а немножко дальше сантиметров на 78 миллиметров на 78 до разметки надо сделать гидроизоляцию я очень не люблю рулоны гидро материалы для гидроизоляции они прекрасно работают но они для сейсмики не очень подходят нету жесткого сцепления перегородки с несущим элементом с полом поэтому я всегда стараюсь применять гидроизоляции перегородок и не перегородок цемента содержащие материалы такие как например эрвостоцемона либо голову ничего не приходит но циризита есть цемента содержащие именно жесткие то есть в результате это тот же цемент замечательной адгезии к бетону и в то же время это гидро барьер то есть так нам надо немножко шире перегородок это гидроизоляцию сделать мы исполняем гидроизоляцию потом уже четко прорисовываем на полу на стенах как перегородки и обычно первый ряд самый сложный самый четкий который исправить ошибки которого невозможно главное первый ряд оставили первый ряд я всегда после первого ряда между первым и вторым ставлю первую сетку армирующие перегородки причем вот хочу обратить внимание там где бетон если видите у меня выпусков сетки нету потому что это невозможно нам же здесь надо вот опалу поставить сожалению эти выпуски будут мешать здесь придется раме ничем закрепить сетку не на сетку штукатурную металлическую не одна сетку укладочную первый ряд поставили положили сетку и погнали шесть половина грубо 7 видов 7 и больше 1 2 3 4 5 6 до видишь и до 7 и больше 6 прогнали опять пошла сетку причем в перехлёстах перегородок в т-образных крестообразных сетка должна быть сплошная и забудьте к не стык стык а в нахлёст также сетка в перегородках когда рулончик заканчивается следующий рулончик ну хотя бы три четыре ячейки они должны перекрестнуться например поставили мы следующую сетку и прижали следующим кирпичом все можно сделать паузу напоминаю что к сожалению это довольно трудоемкая вещь и довольно временная вещь и коротки в сейсмике прихватилась на пару дней завуливаем работу вот это для проема с двух сторон я уже запишу забурить отверстие глубина 100 обеспылить заполнить тексатротом раствором тексатрот такой как пластилин можно обыкновенный даже идеальный вариант конечно nc раствор но его на юге почему-то нигде нет в кубани его даже не знаю что то есть обыкновенный портлан цемент с песочком один к одному один к двум размешать вот так что он был как пластилин заполнить смочить сначала отверстие запомнить раствором вставить туда арматуру вот эту и оставить на пару дней чем-то другим заниматься настройки всегда найдется чем заниматься либо дело частично там пол дома или треть дома они поднимаем до этой высоты пока пауза в другие в другой пол дома три дома поднимаем перегородки вот вставили принципиальный вопрос перегородка арматура вот она арматура она должна быть зацеплена вот этой сеткой это тоже важно не просто болтаться именно внутри этой сетки где-то вот здесь тогда получается у нас единый элемент в результате в перегородке единый элемент дальше когда мы вот эти вот перегородки например 7 1 1 ряд кирпича еще 7 и 8 9 рядов сделали и он уже прихватился уже крючак большой уже можно зацепить и отломать и они нигде не крепится они слабенькие поэтому когда кирпич верхний ряд и хватился надо аккуратно почистить швы сейсмические и запенить их чтобы перегородка хотя бы прихватилась к теме запенить обычно я что касаемо вот этих элементов я обычно их креплю берем стандартную какую-то некую стандартную перегородку я креплю обычно ближе к краю в зависимости от расстояния ближе к перегородке к дверному проему ближе к дверному приему ближе к краю здесь также ближе к краю нижнему здесь ближе к верхнему посредине сверху также и всегда стараюсь еще один один элемент поставить в зоне дверного проема поскольку это слабое место концентрата на движение выглядит насыщенно на самом деле это не так просто я покраснее и потолще сделать что было заметно вот к вопросу почему я в кирпиче в плоскости этого изделия к кирпичу делаю отверстие подальше к краю потому что если у нас было где-нибудь вот здесь за сверли на это отверстие вряд ли мы смогли зацепиться за кирпич кирпич начал бы скалываться так значит мы поднялись там на восемь девять видов запенили и по-хорошему конечно можно было бы поставить уже поставить какие-то крепления вот эти чтобы уже зацепить стену но обращаем внимание как производить эти установку этих элементов сначала надо их вот например здесь приезжать к перегородке здесь отметить на несущей стене или на полу убрать засверлиться под наш материал на геля или ампер клин поставить на место детали и прикрепить не к перегородке прикрепить сначала к стене несущей либо к бетону к полу либо к потолку если начать отсюда сверлить опять же перегородку можно сдвинуть когда мы уже разобьем этими деталями перегородку когда она уже будет распертая крепкая тогда можно будет здесь засверлить и закрутить на геля и вот так да и после того как это все прихватилось уже можно на этот кусок там девять или больше может в зависимости от опытности строителей либо 15-20 рядов сделать уже надо поставить арматуру и первую захватку бетона дверные проемы вертикальной части уже залить на всю большую высоту на самом деле потом не прольется рабочие начнут из цемента делать водичку и так далее и так далее это все равно может не получиться поэтому но хотя бы хотя бы две захватки дверном проеме сделать придется главное чтобы от первых после первой захватки арматура хорошо отхачала следующую арматуру если это кусочек длинная арматура неудобно работать следующий кусочек опять поставили связали проволокой и дальше работаем подошли к отметке перемычки обычно я я здесь тоже пишу и обращаю ваше внимание не старайтесь не делать так чтобы срез перемычки дверной находился над швом кирпича средства где-то вот здесь когда мы вот это все сделали подошли к проектной высоте перемычки вполне можем отступить продолжить здесь кладку вот эти два кирпича здесь также отступить продолжить кладку два кирпича и вот у нас уже часть опалубки фактически есть по сетку я всегда вот еще вот так все очень часто трещины заседут поэтому необычно вот здесь сетку дают и сверху все вот когда у нас есть вот эта опалубка намного проще сделать боковую и нижнюю опалубку установить всю арматуру вот она сечение это арматура от боковых грани длинного проема это горизонтальная арматура которая который мы вот здесь видим боковую поставили опалубку снизу поставили опалубку залили бетон и все ждем не особо это вещь несущая но все-таки несущая поэтому хотя бы недельку надо чтобы постояла либо но все равно недельку три-четыре-пять дней что постояла по бокам опалубку снизу подпорки оставляем по бокам аккуратно снимаем опалубку и дальше пошли работать значит обращаю внимание еще раз первый ряд сетки между первым и вторым рядом это важно последний ряд сетки на последний ряд кирпича вот здесь я нарисовал это тоже довольно трудоемкая вещь надо будет ковыряться но это надежность придется поковыряться более того если глаза над рабочим не будет он сделает здесь плохо да и в любом другом месте поскольку возьми много у меня иногда просто руки опускают хоть стой с ними хоть легче самому сделать чем заплатить деньги посмотреть глаза потом приходить и смотреть что они делают за деньги делают плохо часто в подавляющем большинстве то есть еще раз вот она у нас верхняя сетка кладочная она находится в растворе m100 и после того как этот раствор мы уложили причем не надо очень красиво его пусть он здесь чтобы опалубку не ставить пусть на здесь немножко грани будут какие-то немножко такие не очень потому что только только все забьет штукатурка тоже у нас по нашему спа должна быть маркисту самое главное что штукатурки до перекрытия опять же у нас антисейсмический шов здесь не очень удобно работать но надо тогда все это вся эта конструкция упирается в наш крепежные изделия и просто кирпич который и все землетрясение отломается и перегородка начнет болтаться с угрозой упадения так после того как мы перегородки все подняли нам надо у нас из перегородок они очень невзрачный вид имеют в этот момент торчит сетка кладочная одежда рвется иногда царапины неудачно если кто-то прошел вот у нас вот так все торчит сетка ставим металлическую сетку либо последний раз я устанавливал базальтовую сетку штукатурка 25 но именно базальтовую не стекла сетку именно базальтовую черного производителя поставлю она кстати дороже чем металлическая сетка но с ней работать легче рабочим она просто ножницами обрезается как надо и так далее ставим сетку загибаем вкладочную сетку загибаем штукатурную сетку но надо опять же тут понимать если рабочий штукатурную сетку просто прижмут к стене она не будет работать должным образом я обычно с того как они ее прижимают я покупаю оцинкованные маяки шестерку или десятку десятку и в разных местах рабочие и вставляют между стеной и сеткой для того чтобы сетка отодвинулась летать она такая волнистая получается немножко эта сетка где-то она лежат а к стене это она не прижата к стене от нас готовы назовем арматурный каркас для штукатуре здесь у нас сказано кирпичную кладку на площадках с эсмичностью 8 и 9 баллов в дополнение горизонтальному армированию следует усиливать вертикальными двухсторонними сетками установлены в слоях цементного раствора марки не ниже м100 толщиной 25 30 миллиметров арматурные сетки должны иметь надежное соединение складкой вот как раз наша штукатурная сквозная сетка проволока она замечательно держит и за счет нее сетка штукатурная имеет надежнейшее соединение то есть у нас вот эти стержни загнутые со штукатуркой другого лучше не придумаешь ничего все эти дюбельки всякое там еще что-то это ерунда у нас все это подготовлено для штукатуре естественно стандартно обеспыливаем промываем стены смачиваем их и штукатуре цвета песчаной штукатуркой марки м 100 не менее м 100 больше можно подведем итог вот здесь я кстати пояснение давал исполнить антисейсмический шов верхний ряд сетки за разрез сейчас поправлю разрез бб уложить цвета песчаной растворием 100 толщина раствора 20 30 миллиметров штукатуривание исполнен цементно-песчаной раствором 100 толщиной 25 миллиметров обеспечить сцепление раствора складкой обеспечивание смачивание последующие ухаживание изделие d1 вот это изделие уголок наш до установки в конструкцию покрыт двумя антикоррозийными слоями говорительно обезжирив подытожим один из главных главнейших руководящих документов для проектировщиков и строителей производящих свои работы в сейсмических районах там где у нас землетрясение является вот этот свой правил строительство сейсмических районах сп 14.13.330.218 мы сейчас говорим о перегородках о перегородках в этом документе есть глава здесь все прописано это все надо внимательно прочитать 6 пунктов и выполнять и выполнять особенно тем людям кто стоит для себя или тем людям кто стоит кому-то но как я всегда говорю я лучше перезаложусь чем не дозаложусь я лучше вот я лучше перезаложусь там не надо две сетки я лучше 3 поставлю а мне надо марку бетона 200 я лучше 300 и и повожу почему потому что есть еще такой момент с этим бетоном особенно как за ним ухаживали жарко не жарко пропустили немножко подпарила подсох где по дороге этот негодяй водитель вылил не вылил ты отвернулся рабочий для того чтобы удобнее было работать в бетон налили побольше воды чтобы он стал пожиже что на бетонозаводе делали 300 ли там или 230 кто этого не знает поэтому лучше перезаложиться и так подытоживая опять же перегородки сейсмичных районах это важный элемент важный элемент в здании поскольку было очень много случаев при разборе анализе последствий землетрясений что здание не разрушена тотально какая-нибудь трещинка той вообще ничего нет а внутри люди либо изувечены либо погибли почему потому что перегородки разрушаются во время изувотрясения преграждают пути эвакуации раз и просто падает на людей их вечер и убивают поэтому перегородка надо относиться не менее внимательно чем как и к несущим стенам и другим несущим конструкциям и вкратце производство работ гидроизоляция первый слой кирпича первый ряд кирпича извините первая сетка горизонтальная с выпусками под будущее армирование дверного проема еще не но все я обычно больше 50 миллиметров сантиметров 500 миллиметров не люблю пусть будет чуть больше сетки следующая поступить после там 7 8 ряда следующая сетка следующая сетка следующая сетка и как минимум на две захватки дверной проем надо будет разделить чтобы залить вот эти вот эти узкие части бетона и вот этот момент это важно верхняя сетка вот эта верхняя сетка она должна быть в растворе но в то же время антисейсмический шов должен остаться если кратно кипячом не получается пусть режет болгаркой ну вот и все в принципе и опять же захватками как минимум две захватки лучше больше надо делать для запенивания стыков потому что пока никак вообще не да я говорю что удобно поставить пенопласт 20 миллиметров ставите пенопласт кладка идет на пласт достали почистили промыли запенили и все прекрасно получается чтобы зазор 20 миллиметров ставите в результате миллиметров 30 оканется и вот пеной в данном случае это заполнение как они говорят здесь швы заполняется упругим эластичным материалом вот в нашем случае пена вполне для этого сгодится подпенивать надо почаще только не забывай сначала обеспылить почистить шов и смочить его тогда и на цепляется сверстки почему потому что пока никакого крепления к несущим стенам нету перегородки могут разболтаться поэтому почаще почаще на три на четыре на пять захват подпенивать 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 после оштукатуривания стандартная процедура ухаживания смачивания толщина раствора тонковатая 30 миллиметров если происходить ускоренная влагопотеря могут пойти трещины прикладки кстати прикладки перегородок не надо прямо идеально заравнивать швы кладочные пусть они эти швы будут немножко глубже в тело тело кладки чуть-чуть о сантиметра 3 миллиметра 4 миллиметра тогда при оштукатуривании штукатурка зайдет в эти швы и сцепление у нее лучше будет все это с монолитица поскольку у цементного раствора адгезия прилипания не очень надо применять определенные процедуры на обрызги там и так далее вот на обрызгом если там на 5 миллиметров какие-то кусочки раствора кладочного вовнутрь есть наброс туда прекрасно зайдет и потом штукатурка держаться прекрасно в принципе все 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 материалы я на сайте положу пользуйтесь и обратите внимание на то что я не видел настройки на юге на кубани чтобы так делали перегородки пеноблок гипсовая штукатурка до свидания все это до поры до времени такой способ он дороже он дольше он требует повыше внимательность ответственности и квалификации рабочих но это безопасность безопасности мало не бывает тем более что мы ничего не выдумываем и выдумываем все это требует сп строительства сейсмических районов на данный момент это действующие документы то есть Продолжение следует...